В эфире телеканала Самара ГИС. При своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте. Докопался. Эту передачу хочу посвятить жилищно-коммунальной войне, в которой по одну сторону баррикад оказались горожане, а по другую не в меру предприимчивый коммерсант. Бои местного значения вот уже два года идут по двум адресам с говорящими в данном контексте названиями. От нежданного соседства страдает из скромной хрущевки на артиллерийской. Все-таки мина замедлена в действии. Мы висим все в воздухе. Страшно, страшно. По ночам трещит. Приходят покупать квартиры, некоторые продают. Они прямо говорят, вы что продаете? Ваш дом на всю Россию прогремел уже. И в доме на Молодогвардейской, который в советские годы считался элитным. Слов нет для возмущения. Он делает, что хочет. Он хозяин. Мы никто. Приходилось, видел я его, эту лысую голову, бесцеремонного молодого человека. Нахал. Просто нахал и вел он себя бесцеремонно. А вот и сам хозяин, а точнее по бумагам его представитель. Собственник помещения на Молодогвардейской 225, де Юра, ветеран войны и де-факто. И здесь и на артиллерийской 34 всеми делами заправляет его сын Владимир Баранов. И в этой схватке с жителями, которые выиграли уже не один сот, он напротив себя считает жертвой. Чуть ли не рейдерского захвата. Конфликт из-за чего возник? Раньше, допустим, были здоровые дядьки лысые, которые отнимали собственность у граждан. А сейчас вот милые бабушки, которые приходят и требуют, чтобы им подарили комнату. Боюсь. Но его адрес у меня на видном месте. Если что со мной случается, я всех предупредила. Это Баранов. Ну вот так вот мы и живем. Как на войне? Ну почти что, да. Старшая по дому на Молодогвардейской Маргарита Дегтярева признается, эта война и ее, и жители изрядно измотала. Но отступать они не намерены. Все началось, рассказывает, когда в 2011 году некто Баранов купил здесь часть цокольного этажа. И начал перепланировку, как выяснилось, самовольную, без проектно-сметной документации. Соседи застонали. Вот это было окно. Он сделал дверь. А где была дверь, он сделал окно. Вот видите, это вот как бы вход был. Ни с кем не считался. Работали до ночи перфораторы на втором этаже. Они говорят, у нас уже такое впечатление, что пола нет. То есть они сейчас прокладывают вот электро там все эти сети и чего-то долбят. В общем, людям жить невыносимо. Семь комнат, и в каждой комнате душевая и унитаз. Вот как на картинке. Нас никто туда не пускает. Должно быть разрешение санитарно-гигиенической комиссии. Ничего у него нет. Ну вот разговоры такие, мы не знаем, он нам не говорит, нам никто не говорит. Но мы боимся, самое-то главное, все канализационные стоки, он ничего не переделывал. Все это в наше, которое не рассчитано на такое, понимаете. И с нами никто не считается. Считаться жителями теперь придется. Предприниматель на днях проиграл суд и теперь обязан вернуть помещению прежний облик. Уже есть на руках решение именно Октябрьского района суда. Поэтому, я думаю, победа будет за нами. Но жители убеждены, это еще не хэппи-энд. Я, честно говоря, очень сомневаюсь, что это победа. Очень сомневаюсь. Но, по крайней мере, хоть ему первый раз, первый раз, его заставили преодолевать хоть какие-то трудности. И он самовольно занимался перепланировкой. Причем он нарушил целостность несущих стен. А вы там внутри были, нет? Да, конечно, в самом начале, в 2011 году, когда туда еще можно было попасть. А сейчас невозможно попасть? Нет, сейчас попасть никто не может. Ну, пожалуйста, проведем эксперимент. Вот в том окне нам приоткрыли. Давайте попробуем. Дохлый номер. Мероприятие это и правда безнадежное. Предприниматель Баранов материализовался, как только под его окнами появилась наша съемочная группа. Был крайне любезен, словоохотлив, объясняя, что лишь несет добро людям, но его прекрасные порывы никто не ценит. Но оператора в помещение пускать от чего-то категорически отказался. Без камеры. Идемте, я заведу вас, покажу. А с камеры можно? С камеры нет. А почему? На камеру мы там снимать не будем. Ну, а почему боитесь? Я не боюсь. Просто пока судебное решение таково, значит, пока никто снимать не будет. Это решение, кстати, господин Баранов обещал опротестовать. Так что конфликт на Молодогвардейской еще и не дошел до кульминации. Ну и окончательная судебная победа, как выяснилось, еще не сулит спокойной жизни. В Хрущевке на Артиллерийской, где имя предпринимателя Баранова тоже у всех на устах, вот уже два года не спят спокойно. Пенсионерки-соседки, местные, мисс Марпл всегда на чеку все видят. Вот это все написали, что там трещины, все, что это они писали. И толку мы не видим никакого. И слышат. Стучит, и стучит, и стучит, и стучит, и стучит, и стучит. Но вы не заглядывали непосредственно в подъезд? Он не пускает. Не пускает? А вы пробовали? Пробовала. И что он говорит? Ничего, нечего там делать. Понятно. То есть вы живете в этом доме и не можете проконтролировать, что у вас там происходит в подъезде? Не, 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 не. Он еще с этими, с административными людьми не хочет разговаривать. Не хочет. А с нами, с бабками. Заглянуть в подвал и нам не удается. Рабочие строители, а по словам аборигенов, это узбеки-гастарбайтеры, уходят в глубокое подполье. Ну а почему нельзя? Не знаю, он всегда так стоит. Нельзя, никому не открывай. Все равно никому не открывай. Эту неприступную дверь удалось открыть лишь однажды, в марте 2012 года, когда на артиллерийскую после многочисленных жалоб жителей нагрянула полиция. Собственнику было, что скрывать. В этой хрущевке Баранов выкупил две трети первого этажа 360 квадратных метров и настолько увлекся перепланировкой, что банальная реконструкция переросла в грандиозные раскопки. Рабочие вырыли трехметровый котлован. Зачем? До конца до сих пор не ясно. Среди жителей пронесся слух. Эту яму рыли для бассейна. Сам Баранов это отрицает, уверяя, что собирался строить обычный офис. Коммуникация прогнили, вот он и решил их таким образом поменять. Странный, однако, выбрал способ. Эксперты пришли к выводу, такая строительная импровизация пагубно сказалась на здании. Хрущевка 69-го года постройки. Вся пошла трещинами. Жители запаниковали. Неужели можно в таком доме с таким износом что-то еще делать с фундаментом? Зимой у нас у всего второго этажа температура была 13 градусов. Мне пришлось уехать из этого города, потому что невозможно жить. Он же все окна выбил и не вставил, и все батареи снял. Под моей квартирой 2,5 метра пустоты. 5,5. Ой, 5,5 метра пустоты, не отапливаемый, ничего. Скорее всего, он делал тебе второй этаж вниз. А что на втором этаже внизу будет, неизвестно. То ли подсобное помещение, то ли склады, то ли, извините, бардарки. Без бассейна развлечений никакого нет. А когда бассейн будет, значит будет сырость, значит будет подымывать фундамент. Будет гниль в квартирах. Мы не против офиса. Если бы он не затронул, у нас фундаменты. Соль-то, сути, вся фундамент, а не в офисе. Пусть он строит на доброе здоровье. Хоть чего. Ну, увы, он же делает по-своему так, как ему надо. Серьез напуганные люди пошли по инстанциям от прокурора до городских властей. И вскоре стартовал громкий процесс. Зал Ленинского районного суда тогда еле вместил всех желающих присутствовать на разбирательстве. Прокуратуре удалось доказать, дом затрещал по швам после того, как первый этаж перекроили. И суд постановил реконструкцию прекратить, фундамент укрепить. Причем поставил коммерсанта в жесткие рамки. Продателя обменять помещение он не может. После этого решения прошло почти полгода. И жители Артиллерийской вновь забили тревогу. У их дома опять появились КАМАЗы. Я живу на втором этаже. Под моими окнами стоит всегда КАМАЗ. Крузит он землю. Хоть они и в мешках, но я прям могу сказать, что это земля, грунт. Что-то он там делает. Батареи трясутся же. Я сколько раз говорю, что батареи трясутся. И трещины уже идут. Вот трещины опять идут. И вот машина за машиной выходит. Все идут и говорят, ну опять повезли машину. Он с нами не разговаривает. Вообще на нас не обращать не может. Можешь руку уходить сюда и все. Ну что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать. Стук ужасный. Я дома стал пустой. Потому что все вырыли внизу-то. Сейчас любой стук и уже слышно все сразу. Трещины идут, трещины идут. Вот это самое страшное. Если бы он пускал нас туда и показывал, да, вот пожалуйста, смотрите, что я делаю. Я делаю, выполняю решение суда. То никто бы и не предъявлял сейчас никаких претензий, ничего. Вы понимаете, жители очень сложный вопрос. Я каждому не могу стоять и объяснять. Коммерсант Баран вообще на претензии реагирует на удивление спокойно. Видимо привык. И в свою очередь обвиняет жителей в неумеренности аппетитов. Самое парадоксальное, те люди, которым я поменял трубы, подписались в заявлении против. Вот такой вот парадокс. То есть делаешь людям положительным, они еще больше хотят. И уверяя, что за наглухо закрытыми дверями он делает все, как суд велел. Только вот мой вопрос, какие сроки все приведут в порядок, и можно ли надеяться, что дом больше не будет разрушаться, так и остался без ответа. Я не строитель, я не тот человек, который проводит эти работы. Я вам не могу сказать. Но безопасность вы гарантируете? Понимаете, безопасность не я гарантирую. Безопасность гарантирует та строительно-монтажная организация, которая выполняет работы. Но вы же их наняли, да? Что? У них есть допуск в СРО. Этот вопрос вам лучше задать им, или лучше вообще в ту организацию, в СРО, где они состоят. Помочь, помочь нам. Устали мы от всего этого. Уже заболели, можно сказать, все. Все в сердечнику стали. И простываем, и расстраиваемся. Между тем, дом на артиллерийской под личный контроль взял мэр Самара. То, что ситуация зашла в тупик, не устраивает Дмитрия Азарова, о чем он категорично и сообщил подчиненным. Мы что будем дожидаться опять, Александр Федорович? Осенью, что ли? Опять угроза разрушения здания, что ли? Вы что сидите-то? Вы чем занимаетесь? Два года решается ситуация там по этому дому. Дожать не можете. Позорище какое. Приведите мне в порядок здание, чтобы больше не возвращаться к нему. Районная власть рапортует. По артиллерийской они сейчас ведут расследование. Никто про это не забыл. То есть мы над этим работаем. Все, что могли сделать в правовом поле, мы сделали. И контролируем дальше, чтобы предприниматель все это восстановил. Кстати, совсем скоро предпринимателю Баранову все же придется показать все, что скрыто. В начале июля к нему должна нагрянуть комиссия, судебные приставы, районные власти, представители прокуратуры. Тогда-то все тайное и станет явным. Обещаю следить за тем, куда предпринимательская инициатива заведет дома на артиллерийской и молодогвардейской. А пока позвольте поставить многоточие и в этой истории, и в этом телевизионном сезоне. Программа уходит в трехнедельный отпуск, чего и вам желает. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин